Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я хотел бы обсудить ряд вопросов, рассказать о тюрьмах, колониях, о моем опыте заключения, о пытках, почему режим будет и может постоянно завинчивать гайки и усилить давление на общество, если общество будет молчать. Объяснить, что пытки — это преступление против человечества, и за это, безусловно, существуют механизмы наказания Международным уголовным судом. Также я хотел бы остановиться на так называемых реформах МВД, когда какая-то часть населения считает, что реформы МВД возможны при действующем режиме, и есть инициативная группа, которая требует от МВД провести какие-то реформы. А это, я считаю, не то что наивно, это еще попытка увести тему в сторону, потому что реформы невозможны в МВД отдельно от реформы всей политической системы. Также я хотел бы рассказать, что сейчас попытка провести досрочные выборы на султана Назарбаева — это не передача власти до регии Назарбаева, это способ сохранения семейной власти на султан Назарбаева, и объяснить, почему Назарбаев будет править до самой своей смерти. Также вернуться к нашей задаче, что мы должны делать, какие наши задачи и способы достижения цели демократического выбора Казахстана. Почему я хочу сегодня обсудить именно тему тюрем, колоний, о преследованиях, о пытках? И я знаю, что сейчас это обсуждается среди активистов, и я хотел бы объяснить, почему это происходит и как нам с этим бороться. Я хочу напомнить тем, кто не знает, что когда в ноябре 2001 года мы со своими товарищами объявили о создании демократического выбора Казахстана, то буквально через несколько месяцев мы подверглись такому непрерывному давлению, запугиванию, и, собственно, какая-то часть, скажем, больше половины членов Политсовета в то время демократического выбора Казахстана испугались и откололись, создав партию Акжол, которые объявили, что они будут, скажем, неким конструктивным составом нашего политического движения демократического выбора Казахстана, что они будут вести конструктивный диалог с властью. Впоследствии Акжол раскололся на Акжол, на Акжол. На Акжоле был Булат Абилов, Алтымбеков Сарсимбаев и другие. Но это, по большому счёту, сути не меняет. Это было ответвление, которое было запугано властью и отделилось, демонстрируя якобы конструктивный подход при развитии политического процесса. На самом деле это было просто политическое предательство тех, кто предлагал кардинальные реформы, кардинальные изменения в стране. Как вы знаете, вот 27 марта 2002 года я был арестован. Сначала были со мной длительные переговоры в течение нескольких месяцев. Со мной встречался Насултан Назарбаев, был, скажем, четырёхчасовый разговор. Он мне предлагал, как он говорил, любую должность, что ты хочешь, любую должность. Предложил возглавить штаб по выборам султана Назарбаева, предлагал нефть, газ, любые богатства, лишь бы я отказался от своей политической цели и начал с ним сотрудничать. Но в результате четырёхчасового переговора я отказался и сказал, что мы можем сотрудничать, если он реально поддержит курс на развитие демократической страны, прекратить строить клановую экономику, клановую политическую систему и начнёт строить страну, которая работает по закону, когда перед законом все равны. Собственно, это привело к тому, что 27 марта 2002 года меня арестовали, когда уже поняли, что любые попытки давления, убеждения, переговоров исчерпаны и необходимо применить силу. Поэтому 27 марта я был арестован. Я финансировал газету «Республика», был владельцем телевидения «ТАН». «ТАН» фактически, фидер канала был расстрелян, «Республика» подверглась давлению. Редакция газеты была сожжена, бутылка с зажигательной смесью, бутылки Молотова были заброшены, и редакция была сожжена. То есть с этого момента началось открытое противостояние, части такой радикальной группы демократического выбора Казахстана, в которой были я и Галамзан Жекьянов. Собственно, с этого момента, наверное, изменилась кардинальная политика властей, и власть начал показывать зубы. У какой-то части общества есть заблуждение, те, кто глубоко не владеет ситуацией. Якобы мы не пошли в народ, якобы мы не сделали какую-то работу, надо было быть гибче, компромисснее. Но у нас не было вариантов, гибче, компромисснее не получалось. Стоял вопрос, так, или мы отказываемся от политической деятельности, заявляем о поддержке Нусултана Назарбаева, или нас сажают в тюрьму. Вот, собственно, только это был такой простой выбор. Поэтому те, кто считает, что надо было быть гибче, они просто не владеют ситуацией, не знают, что выбора у нас не было. И Назарбаев настаивал, что мы поддерживаем режим, идем дружить с ним, идем к нему на работу и так далее, и снова интегрируемся во власть. То есть альтернативы у нас никогда не было. И нас посадили в тюрьму только потому, что мы не успели получить массовую поддержку. Даже сейчас мне говорят, вернись в Казахстан, мы тебя поддержим, миллион выйдем на улицу. Ребята, это не будет такого, да, очевидно, потому что митинги, которые мы организовывали 23 июня и 6 июля, показывают, что наши люди, хотя в сети активно говорят, но реально готовых массово выйти не так много. Поэтому, собственно, это и проявилось в марте 2002 года, когда я был арестован, когда я боролся внутри страны, и, собственно, меня осудили тогда на 6 лет. Вот здесь я не очень долго хочу сказать о своем опыте заключения. Я за 14 месяцев, пока находился в наших казахстанских тюрьмах, прошел именно 4 тюрьмы, 2 зоны. То есть меня каждые несколько месяцев просто перебрасывали из тюрьму в тюрьму, из зону в зону, чтобы я не успел выстроить отношения с существующими людьми, которые находятся в зонах, в тюрьмах, и чтобы не успел привыкнуть, не успел сформировать свое влияние. А в первой зоне, как считали, там действительно так и получилось. За 5 месяцев, которые я находился в тюрьме, получилось, что у меня именно в зоне оказалось сильное влияние, и авторитеты не могли влиять на управление зоной. Меня перебрасили из тюрьм, разных зон, именно поэтому, потому что, собственно, мне удавалось в этих тюрьмах и зонах получить поддержку заключенных. И реально в этих зонах и тюрьмах быстро формировалась другая ситуация, когда прекращались пытки, прекращались избиения, потому что, в частности, как считали, нам удалось организовать мощное сопротивление. И когда власти вводили так называемый спецназ, там около 70 человек, они были биты фактически самим заключенным и изгнаны с территории зоны. То есть мы организовали сопротивление очень серьезное, и ситуация полностью поменялась. Именно поэтому меня перебрасывали из зоны в зону, выкрадывали и подвергали пыткам. Ну и, собственно, даже в зонах и в тюрьмах, когда я находился, я объявлял голодовки, организовывал сопротивление, стоял фактически насмерть. В итоге все это привело к тому, что их способ воздействия и устрашения, как пытки, не очень сильно сработали, когда это все действия совершались против меня. Хочу отметить, что я на себе лично убедился, что вот те методы запугивания, давления, уничтожения людей, они остались еще со времен Сталина. Когда были так называемые оперативники, когда были заключенные, которые исполняли волю администрации, так называемые красные зоны, существовали разные провокаторы. Это все осталось, и особенно сейчас это ярче выявляется, потому что у людей есть телефоны, они могут снимать на видео, рассказывать о порядках в тюрьмах и зонах. Поэтому, когда кто-то все это смотрит и считает, что это из сферы фантастики, они ошибаются, это реальность. И зоны и тюрьмы — это реальность в микроскопическом варианте того, что происходит в нашей жизни. Может быть, у вас кого-то временно эта все участь миновала, вас еще не затаскивали в тюрьму, вас не избивали, на вас не нападали, но это воля случая. Сейчас очень много примеров, когда тех людей, которые просто лайкают, просто заходят в чат ДВК, когда эта власть преследует, таких людей уже много. И мы должны четко понимать, этот режим, он репрессивный, он подавляет свободы и права граждан. Я хотел бы объяснить, что такое авторитарный режим и что такое демократическое государство, чтобы люди понимали четко, в чем различие и почему на Западе все работает по-другому, и почему в странах бывшего Советского Союза, в основном мы их называем СНГ, другая ситуация. Мы должны четко понимать причины, почему у нас это происходит, почему мы так живем, и почему в западных ведущих странах этого нет. Дело в том, что у нас именно действительно автократическое государство, когда власть государства принадлежит одному человеку. Здесь в чате правильно пишут, что Назарбаев назначает правительство, назначает министров, фактически назначает депутатов, здесь Сенат и Мажелис, назначает Акимов, назначает судей. Вся власть в стране принадлежит одному человеку, все остальные его исполнители, исполнители его воли. Поэтому, когда вы говорите о реформах в отдельном министерстве или критикуете отдельного Акима, это все можно делать, но в реальности причина здесь в том, что мы плохо живем, причина в том, что происходят пытки и преследования именно в политической модели, когда все решает один человек, который не подсуден никому, у нас даже не в Конституции, умудрились сделать поправку, что невозможно судить президента страны, кроме как за государственную измену. То есть человек обладает абсолютной властью, соответственно, все ветви власти исполнительной, как МВД, Министерство юстиции, все исполнители на местах Акима областей и так далее, они не находятся под контролем народа, они выполняют волю народа. И когда в тюрьмах происходит преступление, когда людей пытают, когда кто-то ругает ментов, они говорят, менты, там волки позорны, все прочее, а кто-то еще говорит, наверное, Азарбаев об этом не знает, это наивные люди. Более того, он не просто знает, он поощряет, он является продолжательным этой линии, линии авторитарной системы управления, которая не изменилась со времен Советского Союза, когда власть в стране была под одним человеком, и чтобы сохранить эту власть, вся система подавления личности человека работает по прямому указанию президента страны. То есть, все эти пытки в тюрьмах, это просто политика нынешнего руководства страны. В чем суть политики? Тюрьмы, зоны, министерства внутренних дел, полиции и все прочее, созданы для того, чтобы поддерживать власть, единоличную власть этого человека. Именно поэтому они все подчиняются, только ему они не подчиняются народу. Именно поэтому, когда кто-то говорит, что давайте соберемся, подадим протест, давайте мы добьемся реформы МВД, это или наивные люди, или я в большей степени считаю, что это люди, которые уводят народный гнев в сторону, пытаются запутать людей. Невозможны реформы в отдельном ведомстве, которое в реальности является исполнительным волен у султана Назарбаева. Это репрессивный механизм для того, чтобы поддерживать его власть, и всем тем, кто сопротивляется этой власти, не согласен с ним, МВД просто подавляет. И поэтому это очень наивно, когда предлагается провести реформу МВД отдельно, без смены политической модели правления. Я хочу очень просто объяснить. Для того, чтобы режим удержал власть, он применяет всегда репрессии. Глубина репрессий зависит от уровня сопротивления. Чем сильнее сопротивляется население, тем сильнее репрессии. И если совсем недавно репрессии были в том, что кому-то давали условный срок, выгоняли с работы и так далее, то сейчас эти репрессии усиливаются, людей сажают в тюрьмы, многих убивают. Как вы знаете, в частности Алтенбек Сарсимбаев с помощниками был расстрелян показательно. Был убит Замамбек Нуркадилов, как и один из лидеров оппозиции. Многие были посажены в тюрьмы, часть были вынуждены уехать из страны, как, собственно, произошло со мной. Я просидел в тюрьме в Казахстане, покинул страну, потому что захватили мой бизнес. Это лицо этой власти, лицо авторитарной власти. В демократической системе это невозможно. В демократической системе все министры, правительства, депутаты, все подчиняются народу. И когда народ выражает недовольство, то они обязаны реагировать, потому что их иначе не изберут. Поэтому при демократической системе правления невозможно, чтобы пытки были как систематически применялись. Невозможно пытками управлять государством. Именно в авторитарной системе репрессии, пытки преследовать как инструмент устрашения таким способом управляют государством и сохраняют политическую систему, политическую систему авторитарную. Здесь я хотел бы объяснить, что такое пытки. Чтобы вы понимали, что на самом деле это не безобидная ситуация, когда применяются пытки режимом Нурсултана Назарбаева. Дело в том, что после войны 1945 года был создан военный трибунал и был согласован Устав Международного военного трибунала. И сейчас есть так называемый Международный уголовный суд, который был учрежден в 2002 году. И я хотел бы пояснить, каким образом Назарбаев попадает под квалификацию преступлений против человечности. Я хотел бы процедировать определение римского статута, который был учрежден Международным уголовным судом. Смотрите, звучит это так. Любое издеяние, которое совершается в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно и перечисляется, например, заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы, нарушение основополагающих норм международного права, пытки. Вот это все на самом деле квалифицируется как международное преступление против человечества. В чем суть преступления? Дело в том, что Насултан Назарбаев все время говорит, что в тюрьмах или в зонах нет систематических пыток, просто вот плохие сотрудники, которые злоупотребляют своим служебным положением, и вот кого-то преследуют или пытают, что это не является систематическим преступлением, не является специальной политикой, и поэтому это и не является преступлением против человечности, а отдельные сотрудники за свои преступления просто существующим режимом якобы наказываются. Недавно приехали депутаты из Швейцарии, они были в Астане, были в Паладаре, встречались с большим количеством людей, которых этот режим пытал в тюрьмах, и они с удивлением и с ужасом обнаружили, что пытки и преследования применяются не только как способ устрашения и преследования политических несогласных, политических деятелей, а принимаются повсеместно, повсеместно против любого человека, то есть фактически это система по подавлению личностью, система по уничтожению людей, система по применению пыток, то есть это носит массовый характер по всей стране, по всем тюрьмам и зонам, то есть фактически это попадает под статью именно преступлений против человечности или преступлений против человечества. Это автоматически попадает в зону действий Международного уголовного суда. Да, Казахстан не ратифицировал положение Международного уголовного суда, но я вам хочу привести пример, когда против президента Судана был выписан ордер на арест за преступление в Дарфуре и он сейчас при любом появлении в то или иное государство может быть арестован и осужден именно этим Международным уголовным судом. Здесь меня спрашивают стоит ли так рекламировать о пытках в тюрьмах не отпугиваемых тем самым наших активистов. Я вопросом отвечаю на вопрос. Ну давайте так, а может не надо говорить о экономическом положении плохом наших граждан и говорить только хорошее. Может не говорить ничего плохого о нашем государстве, о нашем президенте, чтобы не отпугивать и не говорить плохо о нашем государстве, о казахах. я думаю, что очевидно, что нужно говорить правду. Мы должны смотреть открыто на ситуацию в нашей стране, знать, что этот режим совершает преступление, знать, что этот режим пытает, и когда люди будут знать, что это преступное государство во главе с главным офезиным султаном Назарбаев, именно тогда они поймут, что они живут преступно государству и что завтра они не должны надеяться на улучшение, потому что преступники будут только ухудшать ситуацию, они будут только пытать, грабить, и никогда жизнь ваша не изменится. Мы должны знать правду о политическом встрое, правду о президенте страны, мы должны знать правду о том, что мы отсталая страна. Вообще всегда нужно знать правду, а не пытаться ее исказить, стесняться, говорить, как же так, о своем государстве нельзя плохо говорить, нельзя говорить о нашем ельбасе, типа, вот как же так, ельбасе, мы с без ельбасе, не говорим о ултрал, джаманай там здесь, нужно говорить всегда правду, правду и только правду. Здесь говорят джунгар, этнический казах, не казах, а какое отношение к этому имеет? Что национальность определяет человека, что ли? Гитлер, что человек был, что Путин хороший человек, национальность отношение хорошего, плохого, никакого отношения не имеет. Это негодяй, у подлецов нет национальности, это свойство человека. Поэтому я хочу объяснить, что если те или иные действия совершаются в регулярной основе, носят массовый характер, именно носят преступления против человека, нарушения именно основополагающих норм международного права, а именно норм международного права их взял на себя обязательство Казахстан, подписал международные соглашения. Именно поэтому были здесь в Казахстане две миссии от Европейского парламента, которые хотели убедиться, как Казахстан исполняет свои соглашения, которые подписаны у султана Назарбаева. На самом деле ясно, что Казахстан их не исполняет. Людей неправомерно заключают подделывают документы, подделывают обвинения. Вы знаете, что Саигуляк Берды, ее мужа Аблаваса Джумаева сейчас на три года судили. Начались процессы против нее, матери четырех детей. Начались против Бакизихалелова в Уральске. Вот двух женщин преследуют. И в чем суть этих преследований? Преследований, что якобы они критически относились к режиму. У нас в Конституции написано о том, что каждый человек имеет право свое политическое мнение. За политическое мнение, за взгляды никто не имеет права преследовать. Это в Конституции написано, это подписаны международные договора. Поэтому очевидно, что существующий режим никакие международные договора не исполняет, Конституция не исполняется, законные стороны не исполняются. И очевидно, что мы живем в преступном государстве во главе мафиози Нурсултана Назарбаева. Вот мне задают вопрос по поводу Джанга Казахстана, который сейчас появляется в тех или иных регионах Казахстана, пытается найти себе сторонников, говорит, что вот они будут часто в президентских выборах, рассказывает, что они оппозиционная сила. Ребята, ну кого они хотят обмануть? У нас тут человек, Аблавас Джумаев, просто шел в сторону площади 10 мая, даже не дошел, он не выходил ни синими шарами, которые не являются предметом преступления, не выступал критически, громко не кричал и так далее, не заявлял свои критические отношения к власти, он просто шел, его задержали, подкинули листовки, арестовали. Поэтому ясно, что Джанга Казахстан это подставная структура власти, которая пытается отвести от демократического выбора Казахстана тех людей, которые политически не очень грамотны, но которые хотели бы изменения. И таким образом Джанга Казахстан хочет обмануть граждан страны и перетянуть на себя тех людей, которые еще не разобрались. Это политические проститутки, это структура создана властью. У нас людей просто даже что-то одну фразу или лайк поставят, задерживают, они свободно двигаются по Казахстану, заявляют о том, что они политической силой собираются участвовать в выборах. Ясно, что это лживая структура власти. И кто бы не прикрывался, что он раньше когда-то был против власти, все это ерунда. Мы смотрим в реалии, это подставная структура власти. И вы должны понимать, что пытки это преступление против человечества. И Назарбаев бессловно ждет наказания из-за это. Мне многие могут сказать, как же так? Пытки происходят десятки лет, пока он находился у власти, но никто не привлек Назарбаева к ответственности. Да, это так. Но это в большей степени связано с тем, что эта ситуация, именно пытки, именно то, что они и носят массовый характер, такой системный характер по всей стране, это не было показано международному сообществу. И сейчас наша задача, задача демократического движения Казахстана, это все проявить, показать. Собственно, сейчас швейцарские адвокаты, которые посетили Казахстан, уже убедились в этом. Поэтому, ребята, собирайте как можно больше информации по тюрьмам, зонам, когда вас задерживает полиция. Не бойтесь, раскрывайте, показывайте, присылайте информацию, и мы распространим необходимую информацию по международным организациям, и будем добиваться, чтобы Назарбаев был наказан за преступление против человечества. Как, собственно, был выписан орден на арест президенту Судана Омара, мы это можем сделать. Это было в Судане, это может быть и в Казахстане. Просто нам нужно работать, быть последовательными. Еще раз я хотел бы сказать, те люди, которые сейчас говорят о том, что вот они планируют провести реформу МВД, я не думаю, что они очень наивные, невозможно провести реформу МВД без полной смены политической модели правления. Невозможно. сейчас я знаю, что какие-то люди собираются в парке Ганди и говорят, что вот, видите, мы собираемся, нас не преследуют. Вот недавно был в этом же парке Жасарал Куаншарин и какая-то группа сторонников демократического выбора Казахстана, и вы знаете, их задержали, несколько человек посадили в тюрьму, над ними сейчас судебный процесс. И все эти фейки, они хотят создать иллюзию, что нет, можно собираться в парке Ганди, можно критиковать, можно требовать реформы ВД, можно критически относиться к режиму, как собственно Жанна Казахстан демонстрирует. И у нас демократическая страна, эти люди пытаются прикрыть режим, прикрыть, что в тюрьмах совершаются преступления против человечества, показать, что у нас демократическое государство. Это люди, которые играют на стороне власти, кто наивно, кто сознательно, как Жанна Казахстан. Я хотел объяснить, как будет режим бороться со своими оппонентами. Не должно быть иллюзии. Нынешний режим никогда не будет меняться. Он не изменится в сторону улучшения, он не станет демократическим. Этот режим можно добиться только, чтобы изменился только после смены этого режима, когда мы реально сменим и построим демократическую страну. Этот режим будет наращивать сопротивление, если люди будут выступать на акции, митинги, он будет запугивать, задерживать, арестовывать. Вы смотрите, Россия сейчас тоже самое происходит. Навального задержали на трое суток, не успел выйти еще на два суток, потому что сейчас в России растет сопротивление, в частности, так называемые пенсионные реформы Путина. Люди выходят каждую неделю, и Путин опасает, что Навальный выйдет и добавит что называется жара, он снова задержан на 20 дней. И чем больше будет сопротивление, тем больше будет борьба со стороны режима. То есть этот режим не реформировался, это не демократическая страна, он будет давить до тех пор, пока не будет сметен недовольными массой граждан России. И у нас тоже так же. Когда кто-то думает, что вот Шал помер или умрет, все изменится, это наивные люди. Когда кто-то думает, что придет к власти другой человек, например, они говорят, вот если Магаль Тасмагометов пришел бы, было бы хорошо. Это наивные люди, потому что Тасмагометов член этой мафии, он был премьер-министром, был руководителем администрации президента, он подавлял Шанрах, когда был Акимом Алматы, он стал миллиардером, он один из крупнейших коррупционеров страны, который ни дня не работая бизнесом стал миллиардером. Это наивные люди, которые думают, из действующей власти придут какие-то чиновники, якобы все изменится. Ничего не изменится, потому что молчит народ. Почему не изменится, я объясню. А зачем им меняться? Зачем политической системе меняться, если они при этой политической системе богатеют, народ молчит, они могут что хотят делать, сажать людей в тюрьме, воровать миллиардами, народ молчит, им хорошо, они все свои капиталы переводят за пределы страны, а в стране так называемые воруют, или как они считают, что они зарабатывают. Зачем менять политическую систему той же самой Дориге Назарбаевой, если она придет к власти? Зачем менять политическую систему, улучшать жизни людей Маголита Смагометову, если он при этом режиме стал миллиардером, богатым человеком, имеющим огромную власть? Зачем менять? Они будут менять только тогда, когда будет давление со стороны общества, давление со стороны народа. Но какое может быть давление относительно коррупционеров? Отношение к ним очень простое. Они должны быть сменены, они должны быть арестованы, посажены в тюрьму за преступление против своего народа. Эта вся политическая верхушка является единой мафиозной группой, подельниками султана Назарбаева. Поэтому когда вы ищете из их рядов, из числа этих коррупционеров, тех, кто может изменить страну, вы глубоко заблуждаетесь. Они никогда не изменили систему, они никогда не сделают так, чтобы вам стало хорошо. Именно поэтому я говорю о том, что необходима полная смена власти, полная перестройка политической системы, построение именно демократического государства, не такого, которое сейчас существует, именно авторитарный, под контролем только одного человека. Поэтому, ребята, не должно быть иллюзий. Назарбаев помрет, ничего не изменится. Будут править люди из его окружения, первую очередь его родственники или те, кто сейчас помогает его управлять, как Карим Масимов. Ничего не изменится. Поэтому, когда говорят «Вот шал помрет» или «Ты шал умри», это смешной лозунг. Он бесполезный, это никак не изменит вашу жизнь. Сейчас Назарбаев пытается перестроить систему управления таким образом, чтобы власть в стране досталась членам его семьи. Он будет как глава Совета национальной безопасности, как первый президент страны, под ним будет вторым человеком государстве Дарига Назарбаева или член его семьи. Никому он власть не отдаст. И досрочные выборы будут однозначно. Они были всегда досрочными, ни одни выборы не проходили в срок. Но эти досрочные выборы будут не для того, чтобы он передал власть даже своей дочери Дариге Назарбаеву, а как способ сохранения именно семейной власти, чтобы он стоял над кем-то и этот кем-то был член его семьи. И если завтра он умрет, чтобы автоматически член его семьи возглавил страну, Назарбаев будет править страной до самой своей смерти. Иллюзии ни у кого не должно быть. Если он даже назначит Даригу президентом, то используя конституционные права как первого президента, он фактически до самой смерти будет контролировать власть в стране, а когда он умрет, тогда вместо него станет Дарига или член его семьи. Когда кто-то говорит, что придет даже Дарига все изменится, он ошибается, потому что пока живой Назарбаев все останется по-прежнему. Коррупция, тюрьмы, пытки, грабеж народа, девальвации, ничего не изменится. Также ничего не изменится, если к власти придет Дарига, как я объяснял, им и так хорошо при этом режиме управления. Плохо будет, если народ будет выступать, но народ же массово не выступает, а зачем им делать реформы? Они будут делать такие реформы, которые будут позволять им дальше оставаться у власти и дальше грабить страну. Вот такие реформы они будут делать, собственно, как эта власть сейчас делает. Поэтому не должно быть иллюзий никаких, только полная смена власти, полная смена режима, полная смена системы управления, когда авторитарная система управления властью, когда власть управляет, находится в руках одного человека, и мы переходим к форме народного контроля, именно демократического, именно парламентской стране, только тогда будут реальные изменения во всей стране, в том числе будут проведены реформы в каждом ведомстве, в том числе МВД. Поэтому наша задача довести до наших сторонников объяснить, что, во-первых, Назарбаев будет править до своей смерти, даже оставаясь в лице руководителя Совета национальной безопасности, даже если дорогая будет президентом. И, во-вторых, наша задача построить парламентскую республику без должности президента. Именно тогда будут кардинальные изменения в стране. Меня здесь спрашивают, каким образом мы будем дальше действовать. Будем ждать, когда наберем миллион. Я по этому поводу много раз выступал. Невозможно в один день добиться успеха. Невозможно назначить некий час икс, когда все выйдут на улицу. Нет, это не будет никогда. Мы должны тренироваться, мы должны научиться управлять протестной массой, мы должны создать ячейки по всем регионам, по всем крупным городам страны, где живет более 100 тысяч человек. И эти ячейки должны взаимодействовать со штабом ДВК. и мы должны проводить тельные акции, где будут выходить тысячи человек, 10 тысяч, 100 тысяч. Постепенно мы должны научиться выводить десятки, сотни тысяч людей на улицы, и тогда, когда нас будет много, когда полиция поймет, что недовольных действительно десятки, сотни тысяч людей, они перейдут на нашу сторону, именно тогда наступит час икс, когда нас будет сотни тысяч, и когда мы постепенно научимся выводить их, Они в один день Не должно быть ни у кого иллюзии Невозможно в один день бросить кличи И все на улицы вышли миллионы Этого не будет Как в любом деле, как в спорте Мы должны тренироваться, выходить Меньшим числом постепенно Наше число будет увеличиваться И наступит день, когда у нас будет сотни тысяч И именно тот день Мы можем назвать днем Х И еще Здесь речь идет, когда кто-то говорит Что мы зависим от международного сообщества Я уже по этому поводу говорил Да, международное влияние есть Договора международные есть Но считайте для себя, что это Бэтмен Если народ сам не поднимется Сам не будет влиять на власть Ничего не изменится Международное давление, безусловно, будет Люди в международном сообществе Будут нам помогать Но помогать только Это вы же не ищете своей квартиры Кто-то сосед придет вашу квартиру Отремонтирует или приведет ее в порядок Вы это делаете сами И можете только надеяться на вашего друга Знакомого В чем-то помочь Но никто вместо вас Вашей квартиры Изменения, ремонт, все прочее Не будет делать Поэтому мы должны ориентироваться На свои силы Мы должны привлечь наших сторонников Нарастить их количество По всем регионам страны В одном или в двух городах Не получится Мы должны организовать Массовое сопротивление По всей стране Еще раз Здесь меня спрашивают Недостаточно фактов Чтобы привлечь международный трибунал Нет, к сожалению, недостаточно Эти свидетели должны Дать показания Их должно быть десятки и тысячи Это должно быть переведено Должны быть адвокаты Все должно быть представлено Мировому сообществу Это будет давление Со стороны международного сообщества Опять же При том, что будет сопротивление Внутри страны Все это будет открыто Заявляться и так далее Они где-то вот в уголочке Мы должны организовать Массовое сопротивление Внизу Показать пытки Показать обращение Делать международному сообществу В ООН Европарламент Другие международные организации Все должно фиксироваться Показать массовый характер Массовый характер Это не один-два депутата Должны выявлять Это мы должны со всех щелей Показывать Что эти пытки Происходят В каждой точке страны В любом месте Что они носят массовый характер Именно тогда Мы обратим внимание Международных структур Именно тогда Мы Показав все это Докажем Что идут преступления Против человечества Именно тогда Будет мощнейшее Международное давление Назарбаев Именно тогда Назарбаев испугается Именно этого Боится Но султан Назарбаев Именно поэтому Они прячут Именно поэтому Они людей Принуждают Говорить, что Пыток нет Это отдельные недостатки Нарушения Тех или иных Отдельными Полицейскими Понимаете Нам нужно показывать Массовый характер Еще раз Я хочу сказать Повторить Наша цель Смена этого режима Смена режима Мирным путем Не беспорядками Мирным путем Мы должны Создать ячейки По всей стране Чтобы они Управляли протестными Массами Руководитель ячеек Я еще раз Используя Эту сегодняшнюю площадку Говорю Выходите на штаб Когда нас будет Очень много Мы можем Организованно Проводить митинги На которых Будет десятки тысяч Мы и сейчас Будем проводить митинги Мы будем Подбирать темы И будем проводить Эти митинги Организовывать Но сейчас Пока количество ячеек Не достаточно Для того Чтобы мы Эти митинги Могли организованно И уверенно провести Даже если Сегодня мы Объявим Тот или иной день День митинга К сожалению В связи с тем Что ячеек Мало У нас нет Никаких гарантий Что митинги Состоятся Как это было 23 июня 6 июля Наши активисты Подходили К месту Проведения митинга Но боялись Просто выйти Ждали Что кто-то Сделает первый шаг Это конечно Никуда не годится Когда у нас Будет много ячеек Мы будем знать Что эти ячеек Четко выполнены Поставлены перед ними Задачи Причем по всей стране Именно тогда Мы будем Уже действовать Более уверенно Поэтому ребята Давайте организовывать Ячейки Как можно больше И ни у кого Не должно быть Иллюзии Эти выборы Предстоящие Они ничего нам Не дадут Именно В положительном смысле Для страны И мы должны Выдвигать Своих кандидатов Да Там есть Ограничения Что Такой кандидат Должен 5 лет Проработать Власти Государственной должности Должен не менее 15 лет Прожить В стране Но я надеюсь На то Что В нашем 18 миллионном Казахстане Найдутся Те Кто действительно Захочет бороться И мы поддержим Такого человека Ясно Что Эта власть Будет вышибать Таких независимых Кандидатов Используя Разные Возможности Но это будет Для нас Повод Объявить Что это Выборы Нелегитимные Повод Действительно Выводить Людей На улице Десятки тысяч Людей Которые Будут Недовольны Фальсификацией На выборах И еще Все время Говорят о том Что вот Нужны деньги Финансировать Кого финансировать Кому-то Что-то заплатить Ребята Изменения В стране Нужны Вам Всем Вам И каждому Если кто-то Еще за это Должен заплатить Кто Мухтар Аблятов Должен заплатить Я сам Проживу Я сам Себя Свои Свои Проблемы Как-то решу Вы хотите Чтобы я Миллиарды Раздал людям Чтобы им Стало лучше Или они Будут бороться За свою Жизнь Сами За свою Лучшую Жизнь За лучшую Жизнь В стране Поэтому Мы сейчас Ищем Наших Сторонников Идейных Сторонников Которые Хотят Добиться Смены Режима Не тех Которых Нужно Подкупить Которые При первом Давлении Убегут В сторону Нет Наши Сторонники Те Которые Хотят Изменения Искренне Хотят Изменения И готовы За это Бороться Вот здесь Говорят По поводу Того Что На митингах Скручивают Когда на митинге Выходят Десятки Тысяч Людей Этот режим Никого Не может Скрутить Скручить Потому что Выходят Десятки Или сотни Людей Потому что Никто Не сопротивляется А когда Выйдут На улице Десятки Тысяч Полиция Будет Стоять В сторонке Испуганно Понимаете Именно Тогда Когда Нас будет Много Как это В Армении Произошло Когда Вышло В маленьком Ереване 150 тысяч Человек Полиция Перешла На сторону Народа Армия Тоже Перешла На сторону Народа И у нас Так Будет Понимаете И у нас Так Будет Поэтому Если Нас Будет Мало Да Это Власть Будет Скручивать Если Нас Будет Много Десятки Тысяч Полиция Будет Молчать Стоять В сторонке Как Минимум Как Минимум А в Реальности Половина Из них Перейдет На сторону Народа Нам Сейчас Надо Поддерживать Наших Активистов Вот Облавас Джумаев Там На Судах Было Мало Человек Около 10 20 Человек Сейчас Начались Судебные Процессы Предварительно Активистами Я думаю Что очевидно Что первые шаги Очень простые Мы должны Прийти Просто Своим присутствием Поддержать В суде Чем больше Будет Активистов Если придут Сотни Тысяч Людей Тем Больше Режим Поймет Что Недовольных Действительно Много Что Собирается Сотни Сегодня Завтра Тысячи И они Завтра Появятся На улицах Если Мы хотим Изменения Если Мы хотим Реформ Если Мы не хотим Чтобы Нас Скручивали До Прихода Появления На акции Протеста Нам надо Сейчас Открыто И легитимно Просто Прийти Поддержать Тех Кто Режим Пытается Судить Если На эти Судебные Процессы Придут Сотни Тысячи Режим Содрогнется Очень Простая Вещь Не идти На баррикады Не идти Даже На митинги Просто Прийти Поддержать Тех Людей Которых Режим Пытается Судить Просто Участвовать В этих Акциях Флешмобах Именно Просто В интернете И вы увидите Режим Содрогнется Давайте Ребята Будьте Активными Здесь Кто-то Говорит Что Если Назарбаев Испугается И начнет Исправлять Свои ошибки Народ Может Прекратить Бороться Против Режима Авторитарный Режим Не пугался Не справлял Свои ошибки Они тупые Они в состоянии Справляться Такого Никогда Не было Понимаете И не будет Они все время Будут подавлять Вы не приведете В истории Мира Ни одного Примера Чтобы такое Было Это ваше Такое Наивное Утверждение Понимаете Никогда Такого Не будет Это преступник Который Грабили Грабят Народ Сажают Тюрьму Люди Пытают Они боятся Что завтра Спрос за их Преступление Будет Так было Спиночетом Когда он Проиграл Выборы Ушел В отставку Его пытались Многократно Судить И он умер Постоянным Риском Что его Вот завтра Арестуют Находился Под домашним Арестом Потому что Перечень Преступления Назарбаевского Режима Такой Огромный Что он Никогда Не будет Пятиться назад Потому что Уже отступления Нет Ему прощения Нет Его Жизнь Закончится В тюрьме Все будет Конфискованный Вот он Прекрасно Знает И никогда Он не будет Исправляться Поэтому Ребята Мы продолжаем Наш курс Наращивайте Число Наших Сторонников Создавайте Политические Ячейки Ячейки ДВК По всему Казахстану Они скрытые Имена Не идентифицируются Чем больше Будет Нас Тем больше Количество Будет Выходить На акции Протеста Тем Больше Возможности Что режим Не будет Состояние Применить Репессии Ни у кого Не должно Быть иллюзии Авторитарные Режимы Не будут Меняться Это тогда Нужно Поменять Все политическое Устройство Сделать Выбор И все Прочее А на выборах Этот режим Проиграет Честных Открытых Тогда Власти Придут Другие Люди Как в Армении Произошло И они Все Понесут Наказание За свои Преступления Вы знаете Сейчас В Армении Нынешний Премьер-министр Фактически Объявил Войну Коррупции Идут Постоянные Аресты Конфискации Имущества Вы знаете За какие-то Несколько Месяцев Работы Фактически Теперь Пенсия В Армении Увеличилась На 60% Существующий Режим Никогда На это Не пойдет Поэтому Не должно Быть Никаких Иллюзий У нас Нет Никаких Вариантов Кроме Как Добиться Смены Этого Режима Посадить Их В тюрьму И добиться Возврата Тех Украденных Капиталов Которые Спрятались За рубежом Это нам Поможет Улучшить И увеличить Темпы Улучшения Реформ В нашей Стране Ребята Я хотел бы Сегодня еще раз Резюмировать Объяснить Что режим Назарбаев Совершает Преступления Против Человечества Против Своего Народа Есть Механизмы Преследования Этого Режима Механизмы Находятся В наших руках Мы должны Открыто Показывать И доказывать Что этот режим Пытает людей Что они Носят Массовый Систематический Характер Озвучивать их А мы Сумеем Все эти Преступления Довести До Международных Структур И будем Добиваться Чтобы он Понес Наказание За все Свои Преступления Против Своего Народа И против Человечества Я на сегодня Завершаю Свой эфир До скорой Встречи Слава Волныздар Спасибо за то Что вы меня слушали Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры